Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 февраля и вот как я и обещала, я сейчас покажу, как я устроила такой мини-инкубатор для посева семян из кусочка теплого пола. Когда я купила и показывала одну ленту, я говорила, что мы смонтируем и много откликов, пришло комментарии, что покажите пожалуйста, как вы сделали, как получилось, потому что у нас у всех, у многих это проблема. Сеем семена, дома прохладно, особенно если частный сектор, не натапливается, мы вот утром встаем, я еще раз повторю, у нас очень холодно утром, потому что за то время с вечера до утра сильно остывает дом и нет условий подходящих, особенно для перца. Поэтому перец сходит очень долго. Я купила вот ровно метр вот этого кусочек теплого пола. Я извиняюсь сразу, качество видеосъемки будет возможно не очень хорошее, потому что здесь темновато. Это именно не жилое такое помещение, ну как чулан или кладовка, где я сейчас поставила все это устройство. Поэтому света здесь почти нет, но свет нам и не нужен. Как только они проклюнутся, я их унесу на стеллажи. Вот смотрите, по советам многих людей, которые используют, я также поставила старую вот эту вот гладильную доску. На гладильную доску положила кусок просто этого, как сказать, ну от старой мебели, кусок деревяшки. На эту деревяшку положила вот этот вот кусок греющего пола. Его сейчас застелю старой вот такой, которую мы не пользуемся, ну немножко как она, как стяженая что ли, простынь, простынь, покрывала, не покрывала, но просто тряпка. Чтобы не было контакта вот этого пола греющего с лотками. И в результате у меня, как вот по моим понятиям, получилось то же самое, что электроодеяло или электропростынь. То есть это сейчас нагревается, будет теплая вот эта стяженная тряпочка, и на этой стяженной теплой тряпочке будет стоять лоток. Ну тут не один лоток будет, 5 лотков у меня как раз. Как мы его подключали? Оказалось действительно очень просто, нам дали комплект, вот 300 рублей я отдала за метр вот этого вот полотна, и за 150 рублей нам дали комплект. Вот такие вот заглушки для того, чтобы вот эта лента, где идет электричество по этому каналу, чтобы как изоляция. Вот здесь заглушка, вот здесь заглушка. А к этим двум, с другой стороны, где такие же заглушки, вот они они, подключили электричество. Мы даже покупать провод не стали, муж прицепил вот старую, ну от старого светильника. Видите в каком состоянии провод, он такой грязный, краской. После ремонта мы меняли все это, и он лежал в гараже. Вот я включила в электросеть, и вот так включаю, выключаю, все. Сейчас я сегодня посею томаты для теплицы последние, поставлю сюда, и поставлю те перцы, которые я сеяла до этого. Эти семена перцев посеяны, они тоже еще не взошли, потому что прохладненько, я их сюда поставлю, и наверное они быстро взойдут. Вот это вот такое получилось, как самодельное, вот такое, сделанное своими руками, как электроодеяло, или вот такая большая электрогрелка. Вот я его называю маленький инкубатор для семян. Вот этот инкубатор, здесь они будут стоять только до того времени, как появятся петельки. Как только петельки появятся, я буду их переносить в обычные условия, на стеллаж. Дополнительного обогрева им потом уже не нужно будет. Все. Вот это видео сняла для тех, кто, возможно, у кого тоже в населенных пунктах нет таких магазинов, как специализированных. Негде купить, например, какие-то электропростыни, или просто там какие-то мини-теплички. Можно сделать вот из куска для теплого пола. Сама делаю это впервые, я даже не знала, как это делать. Залезли в интернет, посмотрели инструкции, все это подсыпили, подсоединили. Греет, теплое. Это вот именно то доброе тепло, как называемое, инфракрасные теплые полы, которые безвредные, как они говорят, что не сушат воздух. Ну, посмотрим. Все, до свидания. Мужчин, всех с праздником!